Друзья, надеюсь, вы с удовольствием и желанием сейчас смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. У нас есть человек, который сделает этот час интереснейшим. Александра Хайрулина. Роман Шахов, ну а, конечно... Речь не о нас. Не о нас, разумеется. Друзья, мы к нам обещали и с удовольствием теперь предоставляем такую возможность, рассказываем о том, что у нас в гостях чудесные гости. Татьяна Горькова, номеролог, психолог, коуч. Ну, просто очарательная женщина. Танечка, привет. Добрый день, привет. Всем здравствуйте. Я уверена, что многие сейчас из наших зрителей или слушателей, конечно, узнали тебя, потому что тебя можно увидеть на различных телеканалах, в различных программах, и даже можно читать твои публикации, твои прогнозы, да, или толкование. Кстати, как правильно в нумерологии называют вот то, что говорит нумеролог? Правильнее я называю рассчитать. Расчет. То есть именно посмотреть, рассчитать программу, рассчитать цифры, рассчитать вообще, что происходит с вами на данный момент. Ну, совсем коротенечко о нумерологии, хотя допускаю, что мало уже таких людей, которые не знают, что это такое. Я не знаю. Ну, давайте для Ромы еще парочки, может быть, случайно так заблудившихся людей. Нумерология, что это такое? Ну, это наука, да, древнейшая. На самом деле, очень хороший вопрос, потому что нумерология очень-очень пока не развита, особенно у нас в России. Почему, Танюш? Астрологии уже все привыкли, что это звезды, это гороскопы, на эту тему очень много литературы. Привыкли к философии, привыкли к эзотерике. Наука, она очень-очень древняя, но пока она не очень популяризирована. Почему? Наверное, потому что действительно литературы, учителей, качественной информации катастрофически не хватает. И сейчас в своей практике я провожу еще тренинги, семинары. Вот только недавно из Германии прилетела, читала мастер-классы. И действительно, у людей очень либо скептическое, либо предвзятое отношение. Что это? Так что же это такое? Это просто цифра, которая появилась прежде всего. Что значит прежде всего? Человек родился. Первое, что у него появляется, это дата рождения. Это та константа, которая не меняется никогда. И это то, что пока не влияют ни звезды, ни какие-то имена, фамилии, пока ничего. Появляется первое, это цифра. И цифра уже сама по себе несет очень большую нагрузку физическую, энергетическую, психологическую. И в каждой цифре, как от нуля до девяти, скрыты свои программы. А нумеролог, он знает, что за каждой цифрой стоит, что обозначает каждая цифра. И умеет их именно видеть, эти комбинации, видеть эти трактовки и рассказать человеку. То есть секрет, я бы сказала, не такой уж большой. То есть здесь отличаются навыки, умения уже нумеролога. Хорошо бы нумерологу быть хорошим психологом, хорошим философом, даже, можно сказать, эзотериком. И вообще образованным человеком. Потому что за каждой цифрой стоит целый мир, целые судьбы людей, характеры, стили жизни, темпераменты, поведение и так далее. И самое главное, нумерологу, это помочь человеку разобраться в себе. То есть когда ко мне приходят люди на консультации, моя нагрузка на самом деле не то, что чем-то удивить или какой-то составить нереальный прогноз. Удивление вызывают у людей, когда я им рассказываю про их самих же. Открываю какие-то новые струны, тайны. И очень часто в 80% люди выдыхают и говорят, ну, слава богу, я нормальный. Друзья, тайны мы откроем, струны мы настроим. Одну секунду, Ром, мы сейчас обязательно запустим в эфириклип. Я только хочу вот что спросить. А нумерологи и астрологи, они признают ли существование друг друга, так сказать? Или всё-таки отрицают? Конечно, нумерологи и астрологи, я считаю, это лучшие друзья. Потому что всё сочетается. Да, это идёт рука об руку. Так как у нас также есть планеты, которые соответствуют цифровому ряду. Мы точно так же рассматриваем совместно и как планета влияет, и как гороскоп влияет. Единственное, нумеролог, он, ну, как бы не углубляется в эти расчёты. Там в астрологии сложные схемы. Правильно, каждый должен заниматься своим делом. Но, честно говоря, мы консультируемся друг у друга. И также я пытаюсь в астрологии разбираться. И астрологи даже очень часто обращаются для консультации, для того, чтобы пополнить свой багаж к нумерологам. Это практически лучшие друзья. Вот мы сейчас обратимся к нашим замечательным артистам. Джокбокс Трио и Буррито. Их трое, но как бы тут и четвёртый. Спешите любить. Татьяна Горикова у нас сегодня нумеролог, психолог, коуч. Мы обязательно продолжим общение. Оставайтесь с нами. Друзья, спешите нас слушать. И самое главное, спешите смотреть, если есть возможность. Включайте срочно 742-й канал Триколор ТВ. Скачивайте приложение или открывайте нашу страничку ВКонтакте. Либо, что я говорю, на наш сайт заходите и смотрите. У нас сегодня в гостях Татьяна Горикова. Нумеролог, психолог, коуч. В общем, супер-мега-профессионал, который знает про цифры абсолютно всё. Вы знаете, мы не просто так разговариваем с Татьяной. Мы ещё, конечно, пользуясь тем, что Таня пришла, решили о стране ФМ спросить. Вот мы 15 августа прошлого года, 16-го, начали работать как телерадиоканал. Что это дата вообще? Что значит в мировой истории ещё? Ну, конечно, может быть, стоит его быстренько сказать. Я думаю, всем будет интересно, что начали-то мы как радио. И это произошло в 15-м году, 30-го октября. А уже через год, в августе, появился телерадиоканал. Но, Танюш, мы замираем, волнуемся. Если вы уже можете что-то без расчётов, таких специальных, компьютерных каких-то сказать, то будете добры. Я хотела как раз спросить, как у вас получилось, что именно 15-го выбор? Случилось ли это случайно? Либо вы как-то подгадали? Потому что 15-е число просто так люди не выбирают. Это обычно, знаете, если обратиться к хорошему номерологу, астрологу, лучшее, чтобы я могла порекомендовать, это как раз именно стартануть 15-го, особенно 0-8-го. Так как у вас получилось выбрать эту дату? Это уже, да, в истории, да, там где-то записано в скрижалях. Мы сейчас не можем их открыть. Что даёт 15-е число? 15-е – это второнумерология, так как я ещё знаю много разных систем, помимо классических. Это очень сильный социальный вообще знак. Чем социальный? Он идёт напролом через вся и всё. Во-первых, это знак артистизма, это знак, который всегда выдвинется вперёд, докажет вообще априори всё и вся, что я лидер, я лучше. Единственное, что нужно уметь с 15-м, если вы, называется, выбрали такое мощное число, вам надо учиться с ним. Знаете, такой хороший арабский скакун, как я говорю, научитесь им управлять. Потому что 0,8-е ещё даёт 15-му – это цифра бизнеса, заработка денег, глобализация проектов и укропнение, расширение своих горизонтов. 15-е нужно всегда держать в узде и всегда обязательно планирование внутреннее, обязательно постановка цели, причём правда крупно, правда глобально. То есть не бойтесь ставить… Ах, как хорошо. Вот цель ещё более смелее, ещё более наглее, чем вы можете… Амбициозней. Амбициозней. 15-е – это число амбиций. 15-е – это число сцены, старта, артистизма. Я. Я докажу всем и вся, что я молодец. Поэтому волей-неволей оно вас будет вытягивать, оно вас будет стимулировать, расслабляться вам это число не даст, и, наверное, это хорошо. Вот сейчас, наверное, немножко расстроились некоторые наши сотрудники. Мы будем в тонусе. Мы будем в тонусе. Как, Руслова, как сильно? 15-е – 08-е секрет ещё в том, что очень сильно социальная комбинация. Восьмёрка даёт вот эту, ну, грубо говоря, символ бесконечности, плюс это хороший такой духовный мир, ну и материальный мир. То есть 15-е – 08-е будет убирать лишних людей само по себе, которое не будет вам помогать. Потому что вы как хороший такой корабль насобирали своих каких-то, да, коллег, своих историй, своих вообще идей, с которыми вы решили двинуться. И вот число у вас управляющий капитан на самом деле, который будет безжалостно убирать все слабые звенья. Поэтому если кто-то вдруг уходит, не расстраиваемся. Приходят действительно сильные. Берём, пробуем и так далее. 15-е – 08-е ещё даёт очень много креативности и очень много современности. Потому что это такое сильное интуитивное число, которое соединяет вас с таким ещё хорошим миром идей, креативности, новаторства. Поэтому если что-то вдруг кому-то во время эфира или просто отдыха прилетает, нужно обязательно стараться это как-то реализовывать. Но как минимум записывайте, потому что восьмёрка, пришла идея из духовного мира, вы её записали. Вы посмотрите, как эти идеи начнут реализоваться. 15-е число выведет на себе всё. Почему я ещё раз говорю, вы как будто его специально себе подобрали. Танечка, о лучшем подарке к приближающемуся дню рождения мы, честно говоря, даже не могли мечтать. Спасибо большое. Мы сейчас это выверем, смонтируем, конечно, и распространяем везде. Самое главное, сами себе будем крутить. Хотя, честно говоря, всё, что вы говорите, это прям вот, прям, как вы знали, что вот так вот всё и есть про нас. Даже плечи развернулись, Саша. Сделаем небольшую паузу, после которой продолжим общаться с Татьяной Голиковой. Оставайтесь в нашей компании. Дорогие друзья, море вопросов у нас к нашей гостям. Татьяна Голикова сегодня нумеролог, лайф-бизнес-коуч в стране ФМ. И хотелось бы понять вот что. Давай сначала расскажем, может, так вкратце поделимся, что во время песни Владимира Кузьмина мы всё это время, конечно, выслушивали о могуществе телерадиоканала «Страна ФМ», о том, как правильно была выбрана дата. Нам же спасибо ещё огромное, конечно. Мы поговорим, да в ней эфиры больше не будем. Роман, ваш вопрос, пожалуйста. Мой вопрос такой. Люди, которые живут, например, в социальном мире, да, какие-то поступки какие-то совершают, да, по работе, по личной жизни, какие надо выбирать числа, чтобы всё вот получалось хорошо, Тань. Например, мы открываем календарь, видим 30 или 31 число. Куда лучше бизнес, встречи, любовные свидания, что лучше? Посоветуй. И есть ли в таком случае числа и даты, которые всем абсолютно подходят, или их всегда нужно сравнивать, сопоставлять с датой рождения? Конечно, в идеальном варианте, если вы хотите точно попадать в цель, это индивидуальный расчёт. Даже в индивидуальном расчёте я это пишу в своих социальных сетях, да, и в своих статьях. То есть всё-таки смотрите, если в вашей дате рождения больше нечётных цифр, да, то есть единица, тройка, пятёрка, семерка. Год рождения тоже учитывать, да, то есть полностью? Вы смотрите просто полностью, да, вот день, месяц, год. Тогда всё-таки у вас активно, сами при рождении ваши цифры активно, которые нечётные. Поэтому если вы хотите всё-таки день наделить энергией, выбирайте нечётные даты. Да, если больше всё-таки, они считаются более холодные цифры, но опять же мир у нас в балансе, день и ночь. Да, поэтому если всё-таки у вас присущи более тёплые цифры, чётные, они более спокойные, более рассудительные, хотите активизировать события, то есть захотели поездку себе, да, а родились вы там 2-го, 4-го, там, 2006-го года, конечно, лучше выбирать поездку 2-го, 4-го, 24-го, то есть более такие мягкие. Таня, если 23-го, если, то как поступить? Ваша дата, она вообще активная, преактивная. Там и чётная, и не чётная, Таня. Там и чётная, и не чётная. Мы смотрим вообще в сочетании, допустим, у вас 23-го, 0-5-го, да, то есть у вас вообще такой код активного путешественника, вы любознателя. О, да. Я путешествую по студии в основном, так. Будете путешествовать по социальным мирам, по судьбам людей, по истории, по... То есть я говорю, это прям археологи, путешественники, раскопатели, судьи. В общем, Саша, Индиана Джонс, да. И так далее. Поэтому в вашем случае, имея 23, 2 плюс 3 даёт пятёрку, вы родились в пятёрке, да, в пятом месте. Да-да-да. Вам, в принципе, выбирать хорошо даты, которые нечётные, да, то есть 3-го, 5-го. Что бы я советовала совсем, да, не брать какие даты, допустим, для свадьбы? Есть достаточно тяжёлые. Мы сейчас говорим уже про всех наших слушателей. Общие рекомендации. Вот в общем, это то, что я говорю тоже на своих семинарах или вот своим любимым клиентам. То есть есть планирование крупных событий, таких как свадьба, да, то есть или какое-то торжество. Открытие бизнеса к ним тоже относится? Открытие бизнеса, да. То есть есть цифра 13, есть цифра 16, есть цифра по 17, 11 тоже под вопросом. Я бы её тоже для свадьбы не брала. То есть эти цифры, которые мы не берём для каких-то... Всё-таки 13 нужно опасаться. 13 хорошо пользуется тем, кто родился именно 13-го. Понятно. Это, как я говорю, носи. Вот я родилась 13-го. Ясно. Поэтому я, в принципе, могу смело это число брать. Но всё-таки даже я не всегда решаюсь его прямо использовать для каких-то крупных событий. Потому что эти цифры считаются сложными. А семёрочка, Таня? Семёрка, она даёт, конечно, удачу. Есть такое, да? Есть такое, это правда. Семёрки они любят. Знаете, что на самом деле есть секрет? Почему удача? Семёрка – это цифра углубления, анализа и уединения. Когда человек спокоен, он может проанализировать себя, события, вообще проконтролировать процесс. И не реагировать на что происходящее. Вот тогда ему приходят гениальные идеи, тогда он владеет ситуацией, владеет собой, владеет миром. Чтобы владеть ситуацией, давайте сделаем небольшую паузу, после которой вернёмся. Ой, мы будем стараться, как можно, скорее это сделать, да. Поблизости. Первый и единственный в России. Телерадиоканал «Страна-ФМ-1». На всю страну. Друзья, бежит время, но и мы тоже не останавливаемся, задаём вопросы нашей гости. Татьяна Голикова, нумеролог в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Татьяна Голикова, у себя в Инстаграм, в соцсетях, вот я вижу, публикуешь ты различные, как это получается, статьи, да, правильные сказать, наверное. Материалы. Рождённые 11-го числа, твоя дата, люди рождённые, это уже не для просчитывания 23-е число, это речь идёт, если человек родился 23-го, то они могут зайти и почитать, да, у тебя в соцсетях, собственно, о себе. Если нужна какая-то более подробная информация, обращаться, наверное, к твоим помощникам, да, где-то здесь есть тоже данные. Номер телефона, на консультации, запись, да, ты уже лично, уже всё. Время, конечно, у тебя очень занято, но вероятность-то есть, что ты можешь уделить кому-то, если нужно открыть свой бизнес или что-то лишить в личной жизни. И зачем вообще приходят, Таня, расскажи? Чаще всего. Чаще всего люди приходят, потому что они остановились. И не знают, что делать дальше. И что-то происходит, да. То есть я был такой молодец, я так вот куда-то бежал, куда-то стремился. Ну, допустим, в бизнесе, в карьере. Что случилось? Почему? И здесь, конечно, самая моя, вот одна из любимых тем, сейчас скажу, это бизнес и дети. А потом даже можно сказать, любовь. Ну да, без этого она не так. Потому что карьера, это, наверное, наше вообще предназначение. Это то, что ищут все. Я хочу и удовольствие получать, и деньги зарабатывать, и чтобы мне было хорошо. Да, и как правило, люди приходят и говорят, вот нехорошо. Деньги есть, а мне нехорошо. Или денег нет, ну, как бы вообще там я не там. То есть люди ищут свой путь. Они ищут предназначение, правильно ли я делаю, правильно ли я вообще чувствую, правильно ли я вкладываю. И задача первостепенного нумеролога, как вот я говорю, не просчитать его удачные периоды, а начать с того, кто он. Правильно ли он выбрал вообще его предназначение, как правда ли он развивает свои таланты. Правда ли у него эти развитые навыки руководителя. На самом деле можно правда увидеть профессию. Юристы или нет. Так, юристы. А какого числа юристы рождаются, скажи, пожалуйста. Эти уже комбинации, честно скажу, вот они уже при глубоких расчетах. Да, потому что, но опять же, есть восьмерки, есть четверки в дате рождения. Это уже более склонность к юридиспреденции, к закону. Но вот точные комбинации, они внутри. Есть квадрат Пифагора, есть таронумерология, есть другие системы такие, ведическая нумерология. Где действительно я могу посмотреть и сказать, танцевать тебе, петь тебе, быть врачом, талант. Я правда так себе выбираю врачей. Детей приводит, скажи, пожалуйста. Дети это самая моя любимая история. Потому что очень часто бывает приходят, мы отдаем в институте, ребенок учится, потом мы не можем устроить его на работу. И, наверное, нас кто-то сглазил. Знаете, такой частый вопрос. А мы смотрим и понимаем, что человек, ребенок... Не медик вовсе. Он совсем не медик, или он совсем не юрист, или он совсем не спортсмен. Да, иногда бывает наоборот, спортсмены прекрасные сидят, и родителям я рекомендую отдавайте, потому что можно добиться прекрасных результатов. Они думают, будет химик. Они да, потому что вот здесь происходит, конечно, работа и с родителями, и с детьми. Дети сами правда знают, потому что когда я начинаю рассказывать про них, они говорят, все точно, да, я это люблю, мне нравится. Но я боюсь сказать маме, папе, потому что там я не знал, не был уверен, и они хотели чего-то другого. Поэтому дети — это наше будущее, я считаю, это огромный наш вклад. И если правильно воспитывать человека вообще по его цифровому коду изначально, понимать, почему он так себя видит, почему ребенок активный, а почему он пассивный, и не заставлять его, не принуждать, а понимать, что он такой, и развивать то, что в нем есть. Совершенно будут качества другого воспитания, вообще прорыв в эволюции. Танюш, скажи, пожалуйста, может быть, какие-то книги есть, что почитать? Я вот тоже хотела спросить, Ромни Кейба, а хотя бы с чего можно начать? Хотя бы какие-то минимальные расчеты, чтобы можно было сделать самостоятельно. Понятно, чтобы уметь делать глубокие расчеты, такие серьезные, это нужно много читать, много учиться этому. А вот хотя бы какое-то число жизни, код, вот это самое. Чтобы не пойти в юристы, когда ты, например, артист балета, вот что-нибудь такое. Есть, честно скажу, вот, когда я приехала сейчас семинар проводить в Германии, я перед этим порекомендовала книгу. Хотя приехала и сказала, очень тяжело рекомендовать, потому что, ну, у каждого свое. Конечно. Там, да, и мне говорят, вот ты на семинаре рассказываешь вообще все по-другому, так все у тебя понятно и здорово. А там очень сложно, да. Почему в книгах это не пишут? Я говорю, ну, к сожалению, почему мало нумерологии развита, потому что, правда, мало литературы. Таня, а когда же ты нам подаришь такую возможность почитать? Вот я максимально пишу посты, буду писать статьи, буду выкладывать в Инстаграме. Но все-таки хочу сказать, что самое главное, ищите литературу, если в интернете, или у меня в Инстаграме, или там в других источниках. Но учитесь самому главному, неглубоким, интересным расчетам или каким-то формулам. Самое важное – это ваш день, дата и год. И то, что равно сумма. То есть, да, сумма дня. Сумма всех чисел. Это самое-самое важное. Даже если вы не разбираетесь, зная это, почему, что такое один, что такое два, что такое три. Хотя вы просто знаете цифры, видя их в своем дне рождения, вы уже будете очень много о себе знать. К сожалению, это то, с чем мы сталкиваемся. И я рассказываю, не красота в формуле, расчет. А если ты не знаешь, вот просто, мы же знаем, что такое имя, фамилия, отчество. Вот там это то же самое. Это твое имя, это твой путь, это твоя судьба. То есть, есть ли у тебя двойки, будет у тебя эта дипломатия мягкость. Может быть, у тебя больше количества единиц. Тогда ты можешь себя проявлять и в спорте, и в лидерстве, и так далее. Двоек у тебя больше, четверки у тебя есть. Ты можешь идти, правда, уже во врачевание, в хирургию. Потому что это чувство не людей, чувство не тела. И самое главное, все в балансе. Каждому нужно быть именно собой. А у нас очень часто, я хочу быть великим продавцом, там, да, или вот, вести тренинги. А потом приходят и говорят, почему у меня не получается? Потому что... Но ведь дается желание такое. А почему же бывает так, что кто-то берется за 10 дел, и все 10 получаются? Такие варианты тоже есть. Это уже свойство характера. У нас даже есть, элементарно есть матрица Пифагора, которая описана в любых книгах. Один из самых лучших инструментов. Конечно, я тоже говорю, его надо правильно уметь читать. Но все-таки очень хороший показатель. И вот в матрице Пифагора хорошо смотреть количество двоек, количество четверок. Они показывают наличие энергии. И очень часто, почему он такой энергичный, а я нет, смотришь «Матрица», у него много двоечек, четверочек. И у него просто энергия внутреннего топлива, он не знает, куда ее деть. Ракета. Танечка, мы знаем, куда деть клип красивой артистки «Елки». Мы должны запустить в эфир, и после чего обязательно продолжим общаться. Есть у нас еще немножко времени. И после песни, знаешь, хочу попросить тебя рассказать о том, как правильно отмечать свой день рождения. Как можно умело использовать число своего дня рождения и так далее. Хорошо, так что будьте с нами. Ну, конечно, я предполагаю, что авиакомпании, скорее всего, не просчитывают время посадки и взлета каждого самолета. Но это просто нереально. Огромное количество. Но какие-то важные события мы с вами в жизни, наверное, не то что можем, а все-таки должны делать. Тем более, что возможности для этого масса. И есть для этого, что называется, специально обученные люди. У нас сегодня в гостях главный, назову так, нумеролог в стране Татьяна Гулькова. Спасибо. Ну, просила тебя рассказать о том, как правильно отмечать нам свои дни рождения. Это будет касаться всех слушателей и зрителей наших, ну и тем более нас в преддверии нашего дня рождения. Да, во сколько начинать, сколько друзей приглашать, количество? Я не про это, конечно. Начну с того, что день рождения отмечать нужно. Обязательно, да. То есть, когда мы его именно отмечаем, когда мы приглашаем друзей, когда мы получаем подарки, мы как раз активизируем энергию этого кода. Почему, говорю, очень хорошо знать сами вот эти циферки. То есть, грубо говоря, мы восхваляем вот это подаянием, подарками своим. Допустим, вы родились в этом 13-го, 4-го, да, то есть вы говорите о своих прекрасных навыках, то, что я могу разговаривать. Тройка будет говорить о творчестве, о самовыражении. А четверка о том, что вы можете это собрать в кучу. И когда, это, знаете, как праздник того, что я родился, праздник, что я могу правильно проявляться в этом мире, потому что, когда мы себя понимаем, знаем, начинаем очень хорошо взаимодействовать между собой. Как я говорю, происходит самая лучшая вещь. Мы перестаем ожидать от человека того, что от него не нужно ждать. У него нет вообще даже не заложено. Мы правильно о себе рассказываем, да, и он перестает от нас ждать подарков и комплиментов, но понимает, что, да, мы по-другому можем выражаться. И ждем от березы ананасов. Я говорю всегда. Вот так вот мои пары, которые приходят на пике расставаний, вот, правда, очень большая часть соединений пишут благодарственные письма и так далее. Я им говорю одно. Я не буду говорить, расходиться вам или нет. Я расскажу, какая ты, и расскажу, какой ты. А вы сами подумайте, что вы можете с этим сделать. Правда, задумываются и делают. Поэтому день рождения отмечать обязательно, потому что это как большая благодарность и радость тому, что вы пришли, вы носители определенных программ. Вы правильно можете проявляться в этом мире. И чем лучше вы с каждым годом себя узнаете, что происходит каждый год. Я прожил опыт, я наработала его, и теперь я иду дальше. Совершил ошибки, что-то хорошее. Набил шишки. Да, на самом деле мы все точнее и точнее начинаем вот к этой дате себя пододвигать. Поэтому, конечно, можно поговорить о практиках, там, за месяц до дня рождения, после дня рождения. Я всегда говорю, самое главное, отметьте свой день рождения, обязательно получайте подарки. Если некому вам подарить подарок, обязательно подарите подарок себе. То есть есть смысл за месяц не практики делать, а деньги копить. Накопить на хорошую подарок. Для того, чтобы правильно, качественно отметить его, настолько полноценно. Конечно, есть еще в энергетическом плане, где-то 3-4 дня до дня рождения и после, хорошо бы себя именно эмоционально разгрузить, именно физически, психологически, позволить себе отдых. Это было бы самое лучшее, потому что год идет, вы эмоции накапливаете, события, переживания для того, чтобы вы смогли перезагрузиться, отдохнуть, проанализировать. Опять же, хотите семерку, хотите удачу, проанализируйте свой день. Тань, скажи, пожалуйста, автомобилисты обращаются к тебе, например, вот покупаю машину, выбираю номер, вот что бы, вот какую комбинацию, Тань, вот что с... Да, конечно. Извините, номерология. Обращаются с телефонами, автомобилями. Расскажи, расскажи. А какое количество звезд, скажи, вот уже известные, бывает, что приходят к тебе тоже? Ну, они не очень любят про это рассказывать. Ну, нет, поэтому у тебя, спрашиваю, они, конечно, не любят. Обращаются. Обязательно, на самом деле, хотите более обезопасить свой путь, машину, хорошо подбирать, конечно, цифры. И смотря вашу дату рождения, какая комбинация подходит, но все-таки элементарно те же шестерки не надо бояться. Три шестерки можно брать, да? Три шестерки можно брать. Ну, как правило, знаешь, обладатели трех шестерок, они ездят как-то, вот знаешь, как будто действительно что-то в них есть такое... Я хочу задать вот еще какой вопрос. Нелюдское, да. Тань, и многие это делают, специалисты, и ты в том числе в одном известном издании разбираешь пару какую-то семейную, и по датам их жизни, рождения, рассказываешь об их дальнейшей судьбе. Вот скажи, пожалуйста, а это, как правило, происходит согласие этих самых известных людей-артистов? Или они потом читают, говорят, с какой стати они там копались в моей истории и так далее? Ну, звезды, честно говоря, они на то и звезды, и про них пишут и издания, и прессы, и очень мало кто у них спрашивает. Поэтому, честно говоря, конечно, обращаются ко мне сами издания, да, то есть не меня просят спросить, можно ли. Конечно, я считаю, корректнее, если бы можно было бы спросить, ну, просто физически это получается не в моей компетенции. Но какие-то ужасные вещи я никогда не напишу, какие-то грубые, личные, потому что в первую очередь я психолог, причем хороший. Да, если бы я могла что-то... Нет ничего плохого на самом деле. Есть какие-то трудные моменты или сложные, которые можно указать, но рассказать, как с этим быть, потому что нет ничего смертельного, опасного и ужасного. Да, есть что-то, что мы не понимаем или труднее... Это справляемся. Ахиллесовая пята каждого человека. Но есть же куча способов или механизмов, как это сгладить и убрать. Поэтому писать что-то на всю страну неприятное человеке зачем? Если бы я общалась с ним лично, мы могли бы что-то лично обсудить. То есть какие-то общие моменты, они тоже видны, да? То есть почему пара соединил? Вместе ли им хорошо там, да? Как, что? То есть какие-то общие моменты, да, их видно хорошо, и про них можно корректно говорить. Таня, вот только что ты вернулась из Германии, проводила семинар. Были это, кстати, немцы или русские в основном? Русские в основном. А в Москве или в России где-то можно попасть на твои семинары, пройти обучение? Где информацию найти, Таня? Вся информация в социальных сетях, в Инстаграме будет выкладываться, на Фейсбуке. В Москве тоже планируется, но поближе к осени. Сейчас период отпусков. Ну, конечно, да. Все пока отдыхают, поэтому всем прекрасного отдыха. А вот осенью начнут задумываться о бизнесе, о семье. Хотя август, честно скажу, восьмой месяц. Месяц сбора урожая. Так. Да, то есть, и все-таки лучше отдыхать не весь август, а даже на отдыхе уже заниматься планированием. Да, потому что это хорошее... На самом деле, честно вам скажу секрет, успешные бизнесмены мало кто планирует. Вот чисто подсознательно почему-то в августе у них много встреч, переговоров и новых планов и проектов. А в сентябре-то можно? А вот в сентябре не просто так считается бархатным сезоном, потому что в сентябре можно и дела завершать, и для тела хорошо как раз разгрузка. Потому что 9 число, оно как раз уже дает такой вот некий... Нужно освобождаться от старого груза, переходить на новый этап, то есть, да, начинать этот сезон чуть попозже. Но все-таки август, давайте половину отдыхаем, а половину трудимся, либо планируем, планируем. Не бездельничать. А сегодняшний день 08.08. Особенный какой-то? Особенный. Когда было сегодня предложение в эфир, я думаю, ну как же так? Восьмерку-то и не согласиться. Поэтому, конечно, что мы сегодня можем успеть сделать такое, чтобы нам потом урожай какой-то даст? Кредиты брать, Тань, кредиты сегодня. А восьмое-восьмое, если мы берем кредиты, поверьте мне, прекрасная цифра правосудия. И если вам в кредите отказывают, вам правда не надо. Все, друзья, спасибо. Татьяна Голикова, прекрасный, чудесный номеролог. Лучше в стране, Танюш. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. До новых встреч. До новых встреч, пожалуйста.